Всегда приятно попадать в семью, полную любви, уважения и преданности друг другу. Тем более, когда главой этой семьи является участник Великой Отечественной войны. Фронтовик с военной выправкой, почетный радист СССР, председатель Совета ветеранов городского поселения Заречья Анатолий Прохоров. На мундире у него многочисленные военные награды и медали за заслуги перед Отечеством. В свои 90 лет он полон энергии и неиссякаемого оптимизма, которым щедро делится с окружающими. Представители администрации городского поселения Заречья в торжественной обстановке поздравили Анатолия Ивановича и вручили с любовью собранные подарки. Родился я в 1926 году в Саратовской области, в Апаттинске, районный центр. Там жил, семья у нас была большая, шесть человек, детей. Когда началась война, Анатолию Прохорову было всего 15 лет. В ноябре 1943 года его призвали в армию, а уже через месяц он был зачислен в зенитный артиллерийский полк 1-го Украинского фронта. С февраля по декабрь 1944 года воевал в орудийном расчете, затем был переведен в разведку. Участвовал в боевых действиях по освобождению Украины и Польши. Потом повышал свое военное мастерство в Бакинском артиллерийском училище. После войны окончил курсы радиосвязи. Первая его послевоенная должность – радист при командире бригады. Я в Горьком был радистом. Потом как-то нас 5 человек опять, почему-то 5 человек, направили в Москву на сборы радистов. Сбор радистов с округа, с всего округа. Вот мы где-то месяц здесь были на сборах, опять вернулись в часть. А буквально через две недели приказом командующего нас всех 5 человек забрали в Москву. В сентябре 1950 года ветеран получил офицерское звание. А в январе 1979-го уволился из Вооруженных сил СССР в звании полковника. Со своей женой Надеждой Прохоровой они вместе уже 62 года. Именно про эту пару можно уверенно сказать – живут душа в душу. Как они сами рассказывают, за совместную жизнь у них не было ни одной ссоры. Прохоровы с улыбкой признаются, что именно так и планируют жить дальше. Еще как минимум лет 30. В поселке Заричья они уже почти 40 лет. Анатолий Иванович принимает активное участие в жизни поселения. Часто встречается со школьниками, рассказывает о войне и боевых товарищах. О долге каждого защищать свою родину. Надо хорошо работать, трудиться. Тогда и жизнь непременно будет прожита не зря. Уверен фронтовик. Как человек, прошедший суровые испытания, он имеет полное право так говорить.